Буквально в понедельник, 24 июля, расследование по делу закончено и подозреваемо объявлено в окончании досудебного следствия и им предъявлены все материалы. Мы ранее акцентировали внимание на том, что уголовное дело несколько месяцев назад было истребовано из следственного подразделения управления ДФС области, поскольку реформа, к сожалению, в ДФС и в частности налоговой полиции не закончена. И дабы не допустить недвусмысленного отношения к результатам расследования, мы приняли решение и забрали это дело в следствие прокуратуры области. На сегодняшний день мы констатируем, что этим преступлением занималась организованная преступная группа, так мы квалифицируем действия трех основных подозреваемых, которые находятся под стражей. Мы имеем 48 фактов смертей, которые вменяются этой группе. Помимо этого, по отдельным эпизодам, по которым проходят посредники и непосредственные продавцы суррогатного алкоголя, дела по статье 204 тоже расследованием практически закончены. И два обвинительных акта уже направлено в суд, и еще несколько после устранения технических сложностей тоже, я думаю, что в этом месяце будут направлены для рассмотрения в суд. Что касается основных фигурантов, то есть организованной злочинной группы, то максимальное наказание, которое предусмотрено по этой статье, предусматривает 10 лет лишения свободы. Сейчас, секундочку, Лена, что... Когда по ним планируется направиться, а то нет. Смотрите, два уже в суде. По продавцам или по... По продавцам и по посредникам, не касаясь организованной группы. И пять готовятся. А основное дело после ознакомления, выполнение требований ст. 290, если будут со стороны защиты и подозреваемых факты затягивания ознакомления, мы будем соответствующим образом реагировать и через суд ограничивать сроки ознакомления. И сразу после этого дело будет направлено в суд.